Добрый день, дорогие ребята! Меня зовут Малаканова Лейла Мухамедовна, я учитель математики гимназии номер 16 города Черкеска. И сегодня у нас урок алгебры. Тема нашего урока — решение логарифмических неравенств. Сегодня, ребята, мы узнаем, какие неравенства называются логарифмическими, научимся решать простейшие логарифмические неравенства, а также, используя свойства логарифмов, мы научимся приводить различные логарифмические неравенства к простому виду. Итак, что же такое логарифмическое неравенство? Неравенство вида логарифм f от x по основанию а больше логарифма g от x по основанию а называется логарифмическими. И все неравенства, которые сводятся к такому виду, тоже называются логарифмическими. Основание А, ребята, это положительное, отличное от единицы число. И f от х и g от х тоже больше нуля. Способы решения логарифмических неравенств основаны на свойствах логарифмической функции, а именно на монотонности. Все мы, ребята, знаем, что при А большем единице, если основание логарифма больше единицы, функция является возрастающей. Вот как, например, у меня у равно логарифм х по основанию 3. Что значит возрастающая, ребята? Это значит, что большему значению аргумента соответствует большее значение функции. То есть чем больше х, тем больше у. Если же у нас основание логарифма от нуля до единицы, то есть больше нуля, но меньше единицы, функция будет убывающей. Как у меня, например, на доске у равно логарифм х по основанию 1 третья. Что значит убывающая? Большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции. То есть чем больше х, тем меньше у. При решении неравенств это очень важное свойство. Значит, зная это, можем сделать вывод, что при основании логарифма а больше единицы, значит, наше неравенство логарифм f от х по основанию а больше логарифма g от х по основанию а будет равносильно неравенству f от х больше, чем g от х. То есть, ребята, знак сохраняется. О неравенствах, где основание логарифма больше нуля, но меньше единицы, логарифм f от х по основанию а больше логарифма g от х по основанию а будет равносильно неравенству противоположного смысла. То есть знак поменяется, f от х меньше, чем g от х. Ну и еще, конечно, ребята, мы должны учесть, что область определения логарифма f от х должно быть больше нуля и g от х должно быть больше нуля. То есть мы можем сказать, что данные неравенства будут равносильны системе неравенств с учетом области определения логарифма. Теперь, зная все это, ребят, давайте попробуем решить неравенство. Значит, первый пример вот такой. Решить неравенство логарифм х по основанию 5 больше, чем логарифм 16 по основанию 5. Ну, смотрим на основание. Основание у нас равно 5. 5 это больше единицы. Это наш первый случай. Значит, зная, что функция возрастающая, значит, знак неравенства сохраняется, мы перейдем к неравенству х больше 16. И, учитывая область допустимых значений, запишем х больше нуля. Вот здесь, ребят, должна отметить, что как бы можно подумать, что х больше 16 и х больше нуля можно не писать. Но при решении логарифмических неравенств, ребят, область определения должна быть явно задана. Иначе даже при правильном ответе решение может считаться недостаточно обоснованным. И когда вы это все записали, тогда уже сделаем вывод, что х больше 16, а это больше, чем 0. И поэтому решением данной системы и, соответственно, данного неравенства будет множество чисел от 16 до плюс бесконечности. Давайте посмотрим еще одно неравенство. Логарифм х по основанию 0,5 больше либо равно, чем логарифм 5 по основанию 0,5. Значит, опять-таки обращаем внимание на основание логарифма. В данном случае у нас основание логарифма 0,5. Это больше нуля, но меньше единицы. Значит, это второй случай. Наше неравенство будет равносильно неравенству противоположного смысла. Знак разворачивается в другую сторону. Получается х меньше либо равно 5. И учитываем область допустимых значений. Х должно быть больше нуля. Запишем следующую систему. Посмотрели на систему, видим, что у нас х больше нуля, но в это же время меньше либо равен 5. Получается, что решением данного неравенства будет являться промежуток от нуля до 5. Причем число 5, ребят, включительно, потому что у нас здесь не строгое неравенство. Значит, давайте попробуем еще решить теперь неравенство. Уже сами попробуем решить. Вот такое неравенство. Значит, вот оно логарифмическое неравенство. Это простейшее логарифмическое неравенство. Логарифм 2х плюс 5 по основанию 7 меньше, чем логарифм 9 по основанию 7. Начинаем опять с того, что посмотрим на основание логарифма. Основание логарифмов у нас 7. Это больше единицы, поэтому знак неравенства сохраняется. Мы запишем это как 2х плюс 5 меньше 9. И учитываем область допустимых значений логарифма, запишем, что 2х плюс 5 должно быть больше нуля. Эти оба условия должны одновременно выполняться, поэтому объединяем систему. Значит, у нас получилась система из двух неравенств. Ребят, у нас получилась система из двух неравенств. Чтобы решить эту систему, мы должны эти неравенства решить независимо друг от друга, параллельно. Значит, первое неравенство 2х будет меньше, чем пятерку туда переносим, 9 минус 5, 4. Второе неравенство 2х больше, переносим туда пятерку, чем минус 5. Отсюда из первого неравенства имеем, что х меньше, чем 4 разделить на 2, это будет 2. А из второго неравенства х будет больше, минус 5 разделить на 2, чем минус 2,5. То есть у нас х в итоге больше, чем минус 2,5, но меньше, чем 2. То есть в ответ мы можем записать, х принадлежит от минус 2,5 до 2. Так, ну для того, чтобы, ребят, двигаться дальше, давайте вспомним одно свойство логаритма. А в степени М по основанию А равен М. Давайте, ребята, мы это свойство запишем справа налево. То есть вот так, М равно логарифм А в степени М по основанию А. И посмотрите, что получается, ребят, что любое число М мы можем представить в виде логарифма с любым основанием, с тем, которым нам потребуется. Это свойство нам сейчас очень поможет при решении следующего неравенства. Значит, вот такое вот неравенство. Логарифм х по основанию 2 больше, чем 5. Посмотрите, с правой стороны нашего неравенства стоит число 5. Давайте мы это число 5 запишем в виде логарифма с основанием 2, пользуясь вот этой формулой. Что у нас получается? Логарифм х по основанию 2 больше, чем логарифм. Смотрите, ребят, нам нужно основание 2. Значит, пишем здесь тоже основание 2 и, пользуясь вот этой формулой, запишем 2 в пятой степени. Давайте посчитаем 2 в пятой степени. И у нас с вами получается опять простейшее логарифмическое неравенство. Мы уже научились с вами его решать. Посмотрели на основание. Основание здесь равно 2. Это больше единицы, поэтому знак неравенства сохраняется. Х будет больше, чем 32. Учитываем, что область допустимых значений для логарифма х больше нуля. И получается, что х больше 32, а это автоматически больше, чем 0. Значит, в ответ мы можем записать, х принадлежит от 32 до плюс бесконечности. Вот таким вот образом. Значит, давайте решим еще одно неравенство, используя этот прием. Вот такое неравенство. Логарифм 2х-1 по основанию 1 треть больше либо равен минус 2. Ну, опять, видите, ребята, у нас с правой стороны стоит число, поэтому, используя этот прием, мы можем записать это число с помощью логарифма с основанием 1 треть. Левую часть мы перепишем. А в правой части запишем логарифм. Еще раз посмотрите. Нам нужно основание 1 треть, значит, пишем в основании 1 треть. Под логарифмом тоже пишем 1 третью и в минус 2 степени. Значит, давайте посчитаем. 1 третья в минус 2 степени, это есть 2, это есть 3 во 2 степени, то есть это будет 9. Значит, наше неравенство примет вид. Логарифм 2х-1 по основанию 1 третья больше либо равен логарифму 9 по основанию 1 треть. Простейшее логарифмическое неравенство. Обращаем внимание на основание. Основание здесь 1 треть, это второй случай, то есть больше нуля, но меньше единицы. функция убывающая, поэтому неравенство будет равносильное неравенству противоположного смысла. Другими словами, знак разворачивается. И учитываем область допустимых значений, запишем, что 2х-1 должно быть больше нуля. У нас получилась система из двух неравенств. Решим ее. Значит, 2х будет меньше, чем 10, а из второго неравенства 2х больше, чем 1. Из первого неравенства получаем, что 2х будет меньше либо равен 5. Из второго неравенства мы получаем, что х больше 0,5. То есть у нас, смотрите, ребята, получается, что х больше, чем 0,5, но меньше либо равно 5. То есть в ответ мы можем записать от 0,5 до 5. 5 в квадратных скобках, то есть включительно, потому что неравенство не строгое. Идем дальше, ребята. Рассмотрим теперь, ребята, простейшее логарифмическое неравенство, такое, что у каждого логарифма находилась функция от х. В данном случае будет, ребята, немножко усложняться область определения. Давайте посмотрим. Значит, вот такое неравенство я возьму. Логарифм 2х-4 больше логарифма 14 минус х по основанию 3. И там, и там. Вот посмотрите. Значит, оба логарифма, в каждом логарифме в аргументе находится функция от х. Значит, ну, для начала, как и так и идем. Смотрим на основание логарифма. Основание логарифма 3, значит, знак неравенства сохраняется. И учитываем область допустимых значений для первого логарифма и для второго логарифма. И все это одновременно, значит, в систему объединяем. И у нас получилась уже система из трех линейных неравенств. Решаем точно так же, независимо друг от друга эти неравенства, а потом находим общее решение. Но если, ребята, мы с вами будем немножко внимательными, мы можем облегчить себе здесь решение. Посмотрите, пожалуйста, на первое и третье неравенства. Обратите внимание, 2х-4 больше, чем 14-х. В то же время 14-х больше нуля. Что из этих двух неравенств следует? А следует то, что 2х-4 уже автоматически больше нуля. То есть что это значит? А значит то, что мы можем отбросить второе неравенство без всякого ущерба для решения всей системы. И у нас уже получится система не из трех неравенств, а из двух неравенств. Давайте так и сделаем. И уже решим знакомым способом эту систему. Перенесем неизвестные в одну, известные в другую. 2х плюс х это будет 3х больше, чем 14 плюс 4 18. Здесь минус х больше, чем переносим туда. Минус 14. Из первого неравенства получаем, что х больше 6. А из второго неравенства вспомним, ребят, да? Когда мы делим или умножаем неравенство на отрицательное число, знак неравенства разворачивается. То есть будет х меньше 14. Ну и вывод делаем, что х больше, чем 6, но меньше, чем 14. То есть в ответ мы можем записать х принадлежит от 6 до 14. Вот такое вот неравенство. Давайте усложняем немножко наше неравенство и решим следующее неравенство. Логарифм х в квадрате минус 4 и х плюс 3 по основанию 8 меньше, чем 1. Почему говорю, что усложним? Потому что, обратите внимание, под логарифмом у нас уже стоит квадратный трехчлен. Значит, пойдем известным нам уже способом, приемом пользуемся. Единицу запишем с помощью логарифма по основанию 8. 8, 8 в первой степени. И дальше уже смотрим на основание 8, это больше единицы, знак сохраняем. меньше, чем 8. И учитываем ОДЗ, получаем х в квадрате минус 4 и х плюс 3 больше 0. У нас получилась система уже из двух квадратных неравенств. Их, ну вот так, их параллельно решать очень сложно, поэтому я предлагаю решить эти неравенства, каждая в отдельности, а потом найти уже общее решение. Значит, я сразу перенесу восьмерку сюда и запишу первое неравенство. х в квадрате минус 4х, что у нас здесь получается, плюс 3 минус 8 будет минус 5, меньше 0. Значит, вспоминаем, как решают квадратные неравенства. А решают их, ребята, используя свойства квадратичной функции. Значит, рассмотрим у равно х в квадрате минус 4х минус 5. Для того, чтобы решить это неравенство, нам нужно схематически изобразить это неравенство на числовой прямой. Для этого нам нужно найти нули этой функции. Для того, чтобы найти нули функции, мы приравняем ее к нулю и решим квадратное уравнение. Минус 4х минус 5 равно нулю. Ну, квадратное уравнение мы все с вами умеем решать, поэтому, не тратя время, здесь можно и по теореме Виетта напишем, что у нас х первое будет равно минус 1, а х второе равно 5. Давайте изобразим схематически параболу на числовой прямой. Значит, две точки у нас это точки будут незакрашенные, потому что неравенство строгое, минус 1 и 5. Ветви параболы направлены вверх, потому что первый коэффициент у нас положительный. И вот какая картинка у нас получается. Вот здесь у нас будут плюсы положительные промежутки, а вот здесь будет минус. Смотрим, что нам с вами нужно. Нам нужно меньше нуля, то есть отрицательные. Вот здесь от минус единицы до 5. Скобки круглые, точки пустые. Значит, первое неравенство решили, давайте решим второе неравенство. Х в квадрате минус 4 х плюс 3 больше нуля. Это также квадратное неравенство. Решим ее с помощью свойств квадратичной функции, рассмотрим функцию и найдем нули этой функции. х в квадрате минус 4х плюс 3 равно нулю. Значит, решаем это уравнение и у нас получаются следующие корни. х х первое равно единице, х второе равно 3. Изобразим схематически, значит, у нас есть единица, есть 3, ветви также направлены вверх, здесь у нас плюс плюс и здесь минус. Смотрим на знак неравенства, нам нужно больше нуля, это значит знак плюс вот эти получаются у нас промежутки. Запишем, х принадлежит от минус бесконечности до единицы в объединении от 3 до плюс бесконечности. И теперь, ребят, нам осталось только оба эти решения изобразить на одной координатной прямой. Значит, первое решение первого неравенства от минус 1 до 5 от минус 1 до 5 вот здесь вот решение второго неравенства от минус бесконечности до единицы вот здесь вот и от 3 до плюс бесконечности от 3 до плюс бесконечности так всем видно надеюсь, что вот в этих промежутках произошло пересечение, поэтому решением всего всей системы а следовательно и исходного неравенства будет от минус 1 до единицы до единицы в объединении от 3 до 5 заодно мы вспомнили как решаются квадратные неравенства и даже системы квадратных неравенств значит, ребят, попробуем решить еще одно неравенство логарифм 6х минус х в квадрате по основанию 0,2 больше либо равно логарифму минус 8 минус х по основанию 0,2 опять-таки простейшее логарифмическое неравенство посмотрели на основание логарифма это 0,2 и сделали вывод что в данном случае неравенство будет равносильно неравенству противоположного смысла то есть знак развернем получаем 6х минус х в квадрате получается меньше либо равно чем минус 8 минус х и учитываем одз запишем 6х минус х в квадрате больше нуля и минус 8 минус х больше нуля получили систему из трех неравенств два из которых у нас квадратные решать сразу параллельно это тоже сложно давайте каждое неравенство решим отдельно первое неравенство ребят я буду сразу переносить и записывать его в том виде в котором нам привычно его видеть это будет минус х в квадрате х сюда переносим плюс 7х 8 переносим плюс 8 меньше либо равно нулю значит получилось квадратное неравенство можем решить пользуясь свойствами квадратичной функции но у нас первый коэффициент отрицательный мне это не очень нравится поэтому предлагаю избавиться от этого минуса что у нас получается х в квадрате минус 7х минус 8 когда мы умножаем на отрицательное число не забываем знак неравенства развернуть больше либо равно нулю вот это вот мне кажется приятнее неравенство решим его для того чтобы решить неравенство рассмотрим функцию квадратичную и найдем нули этой функции для этого мы приравняем ой минус к нулю и найдем корни этого уравнения х первое и х второе пользуясь теоремой Виетта можем сказать что х первое у нас будет равно минус одному а х второе 8 изобразим на координатной прямой неравенство неравенство у нас не строгое значит точки будут закрашенные минус 1 и 8 ветви уже смотрим на то неравенство которое решаем ветви параболы направлены вверх вот вот они наши положительные участки вот он минус смотрим нам нужно больше либо равно нуля нулю то есть положительные где у нас плюсы вот эти получается у нас два промежутка запишем их принадлежит от минус бесконечности до минус 1 в объединении от 8 до так минус 1 включая потому что точка закрашенная неравенство не строгое и от 8 до плюс бесконечности так первое неравенство решили идем ко второму неравенству второе неравенство у нас тоже сразу запишу так как нам его привычнее видеть минус х квадрате плюс 6х больше нуля ну и опять предлагаю избавиться от минуса и запишем х квадрате минус 6х меньше чем 0 значит опять рассматриваем функцию и находим нули функции для этого приравняем к нулю и решим квадратное уравнение в данном случае неполное квадратное уравнение вынесем х за скобки остается х минус 6 равно нулю откуда получаем х первое равно нулю или х второе равно 6 начертим это значит здесь у нас неравенство строгое поэтому точки у нас пустые 0 и 6 ветви у нас направлены вверх и теперь мы рассматриваем поставим знаки здесь у нас плюс здесь у нас минус меньше нуля нужно то есть минус нужен вот этот вот промежуток то есть х у нас принадлежит от нуля до 6 и осталось решить третье неравенство оно у нас линейное минус 8 минус х больше нуля минус х больше чем 8 отсюда х на минус 1 умножаем не забываем развернуть знак меньше чем минус 8 то есть от минус бесконечности до минус 8 и осталось ребят нам с вами все три решения изобразить на одной координатной прямой давайте попробуем это сделать значит первое неравенство у нас от минус бесконечности до минус 1 минус 1 закрашенное и от 8 до плюс бесконечности 8 тоже закрашенное дальше смотрим второе неравенство от нуля до 6 от нуля до 6 и третье неравенство от минус бесконечности до минус 8 посмотрите ребята что получилось а получилось то что значение переменной х которое бы удовлетворяло всем трем неравенствам у нас не получилось что это значит это означает что данное неравенство не имеет решений то есть в ответ мы так ребята и запишем нет решений так ну ребята давайте сделаем вывод чем мы сегодня с вами занимались на уроке мы познакомились узнали какие неравенства называются логарифмическими научились решать простейшие логарифмические неравенства мы научились различного вида неравенства приводить к простому виду значит и на этом мы сегодня заканчиваем конечно неравенство это очень большая тема сразу за один урок это все не разберешь но на сегодня мы заканчиваем А закончить я хочу следующими словами. Вы никогда не пересечёте океан, если не наберётесь мужества потерять берег из виду. Ребят, дерзайте, ставьте себе цели, безумные цели. Я желаю, чтобы все ваши цели были достигнуты. А на сегодня до свидания.